Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Очень много новостей, давайте я по порядку. Я еще вчера, собственно, видел здесь вот в интернете на ЯХА, торнадо тут у нас был, ну вот уже у русских появилось в новостях новости какие-то, 360 градусов, не знаю, что такое. Новая водка, что ли, 360 градусов ТВРУ. Американский торнадо убил трех человек, да, действительно, Шат Мизури у нас здесь вот и страшный был торнадо, три жертвы, несколько человек пострадали, повреждены дома. Тут, ну, я видел фотографии, это вообще ураган. Ураган, ну, здесь аллея торнадо, не так далеко от нас, но не у нас. Ну, в общем, как-то так, нехорошо это. У нас сейчас, вон, гроза, между прочим, идет. Мы с собаками вышли и сразу зашли, потому что, ну, что, ну, только пописали и все, потому что дождик. Средловские ветеринары привьют детских животных от бешенства. О, как хорошо, молодцы, ребята. 600 тысяч доз лекарств. Вот они их заготовили и будут раскидывать около нор. 300 тысяч доз. Зимой этого делать нельзя, потому что лекарство замерзает. И вот работники охотничьих хозяев, государственные охотничьи инспекторы. И, в общем, да, действительно, в 10 раз меньше стало животных, которые заболели бешенством с 2015 года. В 2015-м было зарегистрировано 8 случаев болезни, а в 2018-м всего 8. Вот так, ребята, это хорошо. Ну, это, наверное, потому что эту дозу не своруешь, она никому не нужна и, ну, остается животным. Очень приятно, очень приятно, тем не менее. Продюсер Харви Вайнштейн, помните тот сексуальный гигант, да? Договорился о мировом соглашении с женщинами, обвинившими его в сексуальных домогательствах. Там сразу, там целая рота его обвинила. Вот, он готов заплатить 44 миллиона долларов. Ну, хорошо. Как ожидается, сделка затронет большинство исков, поданных против Вайнштейна и его бывшей студии. Договорился. Дорого, да? Проще было проститутку снять, ну вот. Так. Черепа, Пентхауза, министр культуры и массажист Путина. Это Алексей Навальный. Ну, про министра культуры я уже рассказывал, что у него за 400 миллионов там какой-то... Нет, 200 миллионов рублей у Мединского, да? Куплено, оформлено на жену, новенький двухэтажный пентхаус. И вот он, Навальный говорит, что утверждает, что нет больше в мире министра культуры с такой недвижимостью, в такой роскоши и такой стоимости. Вот даже нарисован холл, спальня, санузел, спальня, холл, гардеробный. А, ну, как у нас примерно. Да, вот так вот. Только у него пчет наискосок. Так. Вижу тени наискосок. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Во, еще интересно. Константин Голощапов, массажист Путина. Но он не то, что боевый массажист. Он был массажистом в том самом клубе дзюдо, откуда вся воровская банда. Ротенберге и т.д. Сейчас, как и положено, дяденька стал миллиардером на близости к господрядам. Вот у него вилла в Хорватии за 40 миллионов. Ничего, так симпатично. Так, и что еще? Супер элитные апартаменты в Москве. Весь пятый этаж этого дома. Этого дома, какого дома? Вот, да. Ух ты, как красиво-то. Ну, и гражданство той же самой Хорватии. Вот такие дела массажисты зарабатывают. И дети массажисты, хорошая профессия. На хаос, пора домой. Это ТВ-2, агентство новостей. Рассказ про немца. Он родился в Томске, ему 32 года. Когда ему было 12 лет, он с родителями переехал в Германию. Окончил немецкую школу, отслужил в ВВС Германии, поступил в университет на программиста. Ну, и так далее. А потом вот он 21 год неожиданно вернулся на родину в небольшой провинциальный городок Томск. Ну, вообще-то, это не такой уж и небольшой город. Большой город Томск. Вот что, там университет свой. Обычно молодые люди стремятся уехать из России в Европу. А тут наоборот. Вот он поехал. И, в общем, бился, 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 бился. Открыл даже какой-то хлебный магазин. Фабрику, вернее. Да, бездорожжевой хлеб. Ну, и, в общем, уехал назад. Не, не пошло ему, не пошло. И вот самая концовка. Перед отъездом Антон хотел попрощаться с российско-немецким домом. По дороге туда видим мужчину в рабочей одежде. Он отчаянно ремонтирует забор российско-немецкого дома, который каждый год ломают недоброжелатели. Вот. Видишь вот этого мужчину? Это Николай Логинов. Отвечает за международный дипломатический партаков в Томской области. Он отличный переводчик, в чём могли убедиться трое немецких послов, побывавших в Томске. Смотри, что он делает. Ремонтирует забор российско-немецкого дома. В Термании ты видела чиновника, который ремонтирует забор? Я – нет. Ну, да. Такая жизнь. Такая жизнь. Яндекс.Новости перестал отвечать на значение. Александр Плющев. Вот ему не нравится, как Александр... Тьфу ты. Как новости. Александру Плющеву не нравится, как работают Яндекс.Новости. И накрутки, и бла-бла-бла. И, в общем, сплошная пропаганда. А мне нравится. Мне даже очень даже нравится. Я смотрю. Ну, я различаю, чего пропаганда, чего нет. Вот. Ну, это моё личное мнение. Вот. Может быть, кому-то тоже не нравится, как Плющеву. Это с эхо Москвы такой, если вы не знаете. Тореза Мэй объявила о своей отставке. Всё, отставился. Она... Потому что... Почему? Да не очень её хорошо получать. Но отставку с поста лидера консервативной партии, в общем-то, да. А то, что она премьер, ну, она так и есть премьер. А куда же она денется? Вот. Не очень её хорошо получилось с Брекситом. Ну, спасибо Путину за это. Какой разговор? Однозначно. А в США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений. Ему грозит 170 лет тюрьмы. Ну, знаете, да, основатель Викиликс. На основании закона о шпионаже. Ну, так шпион чё. Правильно, так и надо ему. Да, вот, новое обвинение в США. А за что обвинение? Давайте посмотрим. Крупнейший в истории США случай разглашения секретной информации. Ну, правильно, всё, не надо было. А зачем ты полез? Ну, вот теперь тебе 170 лет сидеть. Долго. В Петербурге по предписанию чиновников закрыли кафе, где пенсионеров бесплатно кормили обедами. Ну, вот и всё. Владельцам готовят, ой, грозят штрафы на 700 тысяч рублей. По её словам, накануне в день рождения, в день её рождения, непонятно чьей рождении, на фасаде кто-то нарисовал граффити, а сегодня пришли с проверкой сотрудники районной администрации, оштрафовали за то, что согласованная с городом вывеска не в том цветовом формате. Другой штраф назначили за то, что сотрудница кафе, которая выносила три мешка мусора, пока несла два, один оставил его у входа. 700 тысяч рублей кормят пенсионеров. Странно. Всё это очень странно. СКР закрыл дело о злоупотреблении МВД в МВД на 1,4 миллиарда рублей. Закрыли всё. Не, не было такого. И что самое интересное, один из них начал даже уже выплачивать, возмещать ущерб МВД. Теперь его показания оказались не нужны, а возмещение ущерба выглядит неясным. Предполагалось, что разбирательство вскроет коррупционные связи в МВД. Однако обвинять во взяточестве не стали даже главного фигуранта дела, заказчика ИСОД от МВД Андрея Нечаева. Даже его. Ох ты, ну и рожа у него. Господи. Ой, алкоголик. Со всех сняли обвинение. Всё. В МВД всё хорошо. В России сегодня вступает в силу запрет на уличное табло с курсами обмена валют. Кому они помешали? Я этого не могу понять. Центробамбе утверждает, что это поможет бороться с нелегальными обменниками. Ну, как? Ну, будет нелегальный обменник без табло. Вот и всё. Диетолог назвал шаурму полезным перекусом. Я представляю, сколько ему денег дали за это. Дам сплошной жир. Ну, какая же там польза-то, а? Жир, тесто. Ой, 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 ой. Вредным является большое количество теста на концах шаурмы. Его лучше выбросить. В общем, нужно выбросить эту шаурму, тогда она станет ещё полезнее. Молодцы, ребята. Яндекс приобрёл права на сериал «Слуга народа» Зеленским. Да, как-то это странно. Зачем бы это? Он отметил, что в сериале 3 сезона и 51 серия. Смотреть его можно на кинопоиске по подписке. Ну, наверное, это. Наверное, популярный сериал. Атака на Зеленского. «Слуга народа» заблокирован на Ютубе. А, раньше можно было смотреть, а сейчас нельзя. Вот это да. А почему? Ну, не знаю я почему. Сериал снова будет доступен, как только мы урегулируем юридические вопросы. Да, ну чё же, интересно, да. «Избербанк с 25 мая снижает ставки по ипотеке». О, ребята, ну, смотрите, снижает. Насколько, насколько на 0,3% пункта? Да маловато вообще-то, да. «Россия направит военных специалистов в Конго и Судан». Опа, Конго наш, Судан наш. Будут там воевать теперь. Обслуживанием техники, заявил Песков. Ага, кто поверит. О, блин, где только Путин не воюет? А теперь в Конго ещё. МВД проводит проверку после скандала с выпускниками вот на Дальнем Востоке. Я вам говорил, да? А там, знаете что, там не просто так. Я вот вижу фотографию, это БДСМ, костюмы. Вот это да, ну, в общем, смешно. Решили вот на выпускной прийти. Группа выпускников, которая решила устроить день непослушания, пришла на торжественные мероприятия не в праздничных костюмах и платьях, а в полицейской форме одежды для БДСМ. А как же их пропустили? То есть, они там ходили, ну да, вот. Интересно. Фейсбук удалил более трёх миллиардов фейковых аккаунтов за полгода. Вот это да, три миллиарда. Так, ну вы, да, так, 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 так. Бюджет, который мы тратим на систему безопасности, больше, чем весь доход Твиттер в этом году. Я в Твиттер тоже не хожу. А, в марте 2019 года представитель Фейсбук заявил, что компания удалила 1900 страниц, связанных с Россией. В основном с них шла рассылка спама, а некоторые аккаунты и группы публиковали материалы об украинской политике. Ну надо же, русские там тоже прославили. Молодцы. Спейс Ик запустила в космос 60 интернет-спутников системы Старлинк. Короче говоря, собирается Илон Маск весь мир охватить, весь мир охватить интернетом. Это всё интернет будет, да, интернет-трафик. Проект предусматривает размещение на низкой стационарной орбите Земли группировки в составе более 11 тысяч спутников. Да там вообще не продохнуть будет. Ну, будет свободный интернет хороший. А тем временем в Перском крае загорелся магистральный газопровод. Вот я видел один раз, там такое полыхание в Подмосковье. Ну, вроде пострадавших нет. А чё он загорелся-то? Ни с того, ни с сего. Ну, пострадавших, слава богу, нет. Минздрав разработал проект по всеобщему иодированию пищевой соли. Ну чё, это вообще тоже хорошо, конечно. Ведомство отмечает, что иодированную соль в пище употребляют менее 30% жителей страны. И сейчас она будет больше, и йод будут добавлять. Ну, отлично, ребята. Это полезно. Это укрепление здоровья, на самом деле, я нисколько не это. Американские родители массово отправляют детей в YouTube-лагеря. Да, есть вот в Америке новые YouTube-лагеря, короче, да. И там смысл какой? Их обучают монтажу, съёмке видео, а также учат ораторскому искусству и режиссуре. Ну, то есть, делать вот таких вот, доктор Владов, будут массово теперь американцы. Ну, чё ж, хорошо. Это даже очень здорово. Так, в YouTube заблокировал видео с Якубовичем в Mortal Kombat. Короче, сделали видео, и там вооружённый ножами Якубович расправляется с противниками, раздавая подарки и предлагая угадывать слова. Жалобу отправили, заблокировали. Надо же, кто-то придумал. Да, Путин скоро тоже будет, но там в BBC. Я вам рассказывал уже, да. И последняя хорошая новость для любителей хоккея и пива. Чемпионат мира по хоккее пройдёт в Санкт-Петербурге в 2023 году. Ох, попилят, ох, попилят. Ну, всё. Ну, всё. И у меня, да, ну, всё, в смысле вообще всё. У меня больше ничего нет. До свидания. Доктор Влад с вами. Пока-пока.